Добрый день, коллеги! Сегодня поговорим о расширенной ответственности производителя. Я сделаю обзор наиболее интересных судебных дел за последнее время. Система расширенной ответственности производителя была реформирована федеральным законом, принятым в августе прошлого года и вступившим в силу с 1 января 2024 года. Однако отчетность за 2023 год и уплата экологического сбора будет осуществляться еще до 15 апреля 2025 года по старым правилам. Поэтому текущая судебная практика еще длительное время будет актуальной. О реформе расширенной ответственности производителя у нас уже есть видео на нашем канале и вы можете ознакомиться с ними по ссылке, которую мы приведем. Первая проблема, которую я хотела бы затронуть, это глубина утилизации. Дело в том, что суды часто признают недостаточной глубину переработки отходов для того, чтобы принять акты утилизации. Рассмотрим этот вопрос на примере следующего дела. Региональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском о взыскании с общества экологического сбора. При этом отчетность общества содержала информацию о передаче всего объема отходов на утилизацию. Однако в качестве продукции в результате переработки были заявлены получение макулатуры и вторичной пленки. И суды сочли, что данные виды вторсырья не являются конечной продукцией. И поэтому нельзя признать акты утилизации достоверными. Что касается нашего опыта, то действительно Росприроднадзор не принимает такие документы об утилизации отходов, в результате которых появляется вторичное сырье. И указывает, что это не продукция. При этом в 2022 году в законодательстве наконец появился термин вторичное сырье. И мы, с одной стороны, вздохнули с облегчением, с учетом того, что было указано, что вторичное сырье это продукция. Но, увы, мы не смогли воспользоваться данным термином, так как позже, в 2023 году, был введен специальный термин утилизации отходов от использования товаров. И в определении данного термина было указано, что утилизация подразумевает под собой не только утилизацию отходов, но и, по сути, использование вторичного сырья для производства готовой продукции. И позднее был принят подзаконный акт с перечнем тех видов продукции, которые подлежат изготовлению из отходов от использования товаров в рамках системы расширенной ответственности производителя. То есть сейчас не любое производство продукции из таких отходов может быть признано утилизацией, а только производство продукции по определенному перечню. И, к сожалению, например, макулатура в данном перечне не поименовано. Рассмотрим следующий вопрос. Кто может быть утилизатором? Еще до принятия нового закона российский экологический оператор собирал информацию о производственных мощностях утилизаторов. И стала появляться судебная практика, в которой Росприроднадзор требовал, чтобы информация о мощностях была в ЕГИС ОУИД. И суды, рассматривая такие дела, все-таки указывали, что данное требование является неправомерным. И только по новым правилам утилизаторы должны быть включены в реестр, а предоставление по ранее действующим правилам такой информации в ЕГИС ОУИД не является обязательным. И утилизатором может быть лицо, которое и не направляло такую информацию российскому экологическому оператору. В качестве иллюстрации мы можем привести дело, реквизиты которого вы сейчас видите на экране. Что касается нового регулирования, то теперь утилизаторами могут быть только лица, включенные в специальный реестр утилизаторов. И только они могут выдавать акты утилизации, и только утилизация данными лицами может учитываться в отчетности. Возникает вопрос, насколько достоверен реестр сейчас, поскольку первое заявление о включении в этот реестр уже поданный, и он будет сейчас формироваться. Стоит учитывать, что включение утилизатора в данный реестр не является железной гарантией того, что этот утилизатор действительно имеет утилизационные мощности, и к нему не будет в дальнейшем никаких претензий. Дело в том, что Росприроднадзор в праве провести проверку его производственных мощностей еще в течение полугода после подачи им такой заявки. И Росприроднадзор может включать таких лиц по умолчанию в реестр, но это не значит, что их утилизационные мощности подтверждены. Далее рассмотрим вопрос возможности привлечения субподрядчиков для утилизации. До реформы могла использоваться такая схема взаимодействия лиц в рамках расширенной ответственности производителя, в соответствии с которой утилизаторы привлекали третьих лиц для осуществления фактической утилизации. То есть они осуществляли сбор отходов и передачу на утилизацию третьим лицам. В частности, в рамках одного из дел, рассмотренных судом Северокавказского округа, имела место цепочка лиц, и суд указал, что это никоим образом не порочит сам факт утилизации, и такая схема взаимоотношений возможна. Что касается нового регулирования, то договоры на утилизацию в целях выполнения нормативов расширенной ответственности производителя может заключаться только с лицом, включенным в специальный реестр. И утилизатор при включении в данный реестр подает информацию о наличии у него производственных мощностей по утилизации конкретных видов отходов. Таким образом, договор может быть заключен только с лицом, у которого есть производственные мощности. Однако, теоретически, это не препятствует в привлечении третьих лиц, но для осуществления иных видов деятельности, например, транспортирования или обработки отходов до их утилизации. Однако, акт утилизации выдает только утилизатор, включенный в реестр. Теперь обсудим ответственность за утилизацию упаковки. До реформы лицом, ответственным за утилизацию упаковки, был производитель товаров в этой упаковке. В качестве иллюстрации можно привести одно из дел относительно PET-реформ. Производитель PET-реформ продавал их другому лицу, который изготавливал из них бутылки. И в данном случае встал вопрос, кто же, собственно, является плательщиком экологического сбора. Производитель PET-реформ или лицо, которое изготавливало бутылки и уже упаковывало товары в них. И, соответственно, суд пришел к выводу, что производитель PET-реформ не является плательщиком экологического сбора, поскольку не реализует конечному потребителю эти PET-реформы. Что касается нового регулирования, то ответственность за утилизацию упаковки теперь возложена на производителей самой упаковки. Производитель товара не обязан нести расширенную ответственность производителя и уплачивать экологический сбор, обеспечивать утилизацию за упаковку, за исключением случаев, когда им производится и упаковка, и товар одновременно. При этом производитель и товара, и упаковки обязан обеспечить выполнение нормативов утилизации как в отношении товаров, так и в отношении упаковки, независимо от того, является ли производство упаковки его основной деятельностью. Но законодательство содержит одну интересную оговорку. Производитель, упаковывающий свой товар методом нагревания, вытягивания упаковки, либо деления ее на части, не обязан выполнять нормативы утилизации в отношении упаковки. Теперь вернемся к PET-преформам. PET-преформы это такие маленькие бутылочки, из которых выдуваются бутылки побольше, в которых уже разливаются напитки. Мы иногда бываем в гостях у наших клиентов и видим такие процессы, это довольно любопытно. И встает вопрос, я думаю, что наверняка встанет на практике, кто же сейчас является плательщиком экологического сбора. Тот, кто изготавливает PET-преформы, как производитель упаковки, либо лицо, которое имеет линию розлива и уже из этих PET-преформ формирует бутылки непосредственно перед розливом, методом их вытягивания, я подозреваю, нагревания, и разливает туда напитки. Дело в том, что формально получается, что у нас производится одновременно на линии и упаковка из PET-преформы, вытягивается бутылка. Но с другой стороны, это метод вытягивания, поэтому, скорее всего, будет производитель PET-преформы сейчас нести ответственность за утилизацию бутылок, поскольку имеется вот такая оговорка о том, что вытягивание деления упаковки и ее нагревание не является тем способом изготовления упаковки, в результате которого лицо несет ответственность за утилизацию такой упаковки. Таким образом, новое законодательство тоже порождает вопросы, кто же, собственно, является производителем упаковки и кто несет ответственность за ее утилизацию. Ну и напоследок поговорим о такой интересной проблеме, как производственные цепочки товаров, в отношении которых установлена расширенная ответственность производителя. Рассмотрим на примере конкретного дела. Общество производит стеклопакеты, которые затем, оно реализует другому лицу, которая вставляет их в оконные блоки. И сложилась такая ситуация, что плательщикам экологического сбора у нас выступает как общество, которое производит стеклопакеты, так и общество, которое производит оконные блоки, которые представляют собой во многом те же стеклопакеты. И производитель стеклопакетов указывал на данное обстоятельство, как обстоятельство, которое освобождает его от уплаты экологического сбора. И суды сочли, что стеклопакеты являются самостоятельным видом продукции, несмотря на то, что они вставляются в оконные блоки и являются неким промежуточным звеном в производстве. Но тем не менее, поскольку они обладают самостоятельными кодами по классификации видов продукции, то и должны учитываться как отдельная продукция и облагаться экологическим сбором. Если сравнить старое и новое регулирование, то мы увидим, что соответствующий пункт, в соответствии с которым экологическим сбором не облагается производство товаров, не являющихся готовым к употреблению, вообще был исключен. И по законодательству в новой редакции вообще непонятно, каким образом следует учитывать вот эти товары, которые являются промежуточным звеном в производстве других товаров, также облагаемых экологическим сбором. Увы, этот вопрос не решен, однако пока что сохраняется в подзаконном акте данная норма. На этом у меня все. Мы будем следить за развитием практики и законодательством, и будем информировать вас об этом. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok